Всем привет, ребята! Сегодня хорошо, прохладненько, у нас доброе утро. Я бегу, уже по делам бегала. Но позвонили бабушки, что идут к нам в гости. Мама Сережина, моя мама. Поэтому бегу быстренько домой. Даже в магазин не успела заскочить. Вот. Бегу встречать бабулек наших, бо дети еще спят. Поэтому пойду я ждать их. Думала, сегодня на пляж с Назаром пойдем. Смотрю, такой ветер, что, наверное, никуда мы не пойдем. Так, достала рыбу. Пока мамы еще не дошли, я успела быстрее, чем они домой вернутся. Сейчас быстро поставлю в духовку щучку запеку. И, может, успею. Если мамы наши погуляют нас немножко, то и рыбки поедят. тоже. Все. Мои куколки в духовке. И картошечку поставила вариться. Я решила окно помыть. Подоконник вымыла. И сейчас вот эту рамку повымывала. Сейчас хочу стекла запшикать и тоже помыть. Правда, я не знаю, как с той стороны оно не открывается. Как мне туда докопаться? И у меня нет никакой такой швабры. Ладно, сейчас буду думать. Надеюсь, не выпаду. оно очень с той стороны обострено, извините за выражение. Птичками. Ну, тут уже прям блестит. И прям букашки. Такие жучки налетают. Помыла. Вот так. Ну, конечно, с той стороны плоховато. Не знаю, как туда залезть. Надо какую-то покупать такую для окон штучку и ней мыть. Это тоже была тряпка с той стороны уже мокрая и трошки разводы, но я это перетрую еще с той стороны высохнет тряпочка. Ну, а так в принципе уже более-менее очищу окно. Бабушки, прошу котель нежавеющим. А что ней набирать? А хочешь жареную картошку, капель. Так у меня сковородки все для этих, антипригарные. Ничего, там изовсем и одной не могу? Нема, ни одной изовсем. Забирали из-за дома. Могла б сказать, как мама пьет. Могла б? Могла б. Ты б себе взяла? Крокусю. О, спасибо. себе взяла. У меня ни одна сковородки кипали не мог. У нас же все-все антипригарные. Вот она у меня такая хорошая, не пригораешь. Я добро, что ты не захотела. Скорей, я кабачки на ней пей, строжарю, она вылипила. Я чуть-чуть не получилось. С подарком пролетела, бабушка. Нет, я не пролетела. Нет, просто смысл не обманывать, брать лишь бы брать. Так, а я надбила чушьи хлопчик. Да, берите. Это мне порезли, я дома оставила, это сколько приправила, Таня. Да? Да, мне много, конечно. Подаришь, ну подаришь, Лизе вам подарил. Лиза, давайте подрежу, и он покладет в коробочку, какую-то формочку, в морозилку, и тебе будет... я не люблю передмороженый уже, он не такой. Он там стоит копейки зимой, смысл его замораживать. Викуля. Ладно. Это больше берем, куда зима. Ну да. Выбирай такой зеленейший. Выбер какой зеленейший, а то и выкинь. Ну и бананы. Куда Мазусик? В комнате у себя. Сейчас выйдет, еще не услышал вас. А господи. Лимона, ты же знаешь, мотоцикл... Да я вчера сказала бабушке, что Назар на велосипеде к нам приедет на пляж, что она мне трезвонила целый день. Приехал чиня, приехал или не приехал. Переживает. А Назар уже передумал ехать 300 раз. Господи, я говорю, а он уже не... Для меня лодка, мотоцикл и этот, и велосипед сжал. Он уже по тротуару едет. Дай дойте бабушке кулечек. Так, одну достала, потому что вторая крупнее еще оставила в духовке. Сейчас будем с Назаром кушать. Бабушки наотрез у нас отказываются кушать и вообще отказываются. Кофе. О, мам, ты можешь еще кофе? Короче, ребят, расстроена с этим окном. Ну, вот это, видите, вымыло, которое открывается. Вот это глухое. Где доставала, возюкала, возюкала, ерунда полная, чуть не вывалилась из окна. Испугалась, руки, ноги тряслись. В общем, все, сказала, не буду я ничего трогать, пока не куплю какую-то швабру для окна. Так испугалась и меня так раздражает сейчас. Оно размазанное некрасиво. Ужас. Прям расстроена. Ладно, жду Сережу уже с работы где-то должен. Достала вторую рыбку. Слушайте, какая она классная. Вкуснячая. Сейчас, наверное, один минус. Не застеклен балкон, мухи все летят в квартиру. Ни москиток, ничего нету. Я вот это здесь как собака на границе. Отгоняю стою. Все равно они летят. Надо все заворачивать. В общем, потому что и букашки, и мукашки, жучки. И это так некомфортно до ужаса. На, все уходим. Мы в магазин с Сережей прогуляемся. чуть-чуть. Вика гулять. Назар уже гуляет где-то велосипедами. Остался лучик дома. Один лучик дома, да. Остался. Ой, где мои тапочки? Смотрите, смотрите, кого мы встретили. Два пляжника, которых выгнали с машины. Мы встретились с Мишей и решили погулять, попить чай. Поговорить. А может ты поднись пока отнеси? Правда, тоже в холодильник. Молоко прокиснет. Давайте нам в холодильник. Да. Что происходит? порвался по курицей. Горох и курицей в холодильник. Все, пока. Пока. Простите нас, что мы маму с папой забрали. до лагеря. Пока. Мачкина, светофор идут умнички. Конечно, не пошли по ней еще на светофор. Вика уже пошла с удой. тоже пошла. Молодец. Мы в 3 часа ночи поехали отдыхать на набережную батюшки. А у нас здесь. А ты за нее? В 11 часов вечера мы даже не слышали. 3 ночи была перекрыта еще дорога. Еще раз грибали. Поняла? Ну, три трупа, Миш, там же вырезали. Вырезали, да, с машины. Я в интернете сегодня. А мы на следующий день встретились с друзьями, с кумовьями. Они говорят, вы вообще слышали? У вас под носом такая авария страшная была в 11 часов. А мы даже, мы, наверное, только легли спать. мы тут жили еще, но может быть... может на усы. Я говорю, так это же за квартал от нас, могли бы не слышать. Ну, что, вроде летел один там со скоростью. Поехали. А, ехали. Мы там купим. Где там? Там магазинчик есть. Там есть холодный? Да. Да ты бишь как сына в как сына нравится. Там есть холодный латекс с льдом. Ой, я люблю такой. Вот он хороший. Там не будет холодного. Куда мы с тобой далеко ходили? Да, там есть. там кафе что-нибудь. Ну, что-то мне не нравится этот взгляд. Уйти бузинки, дорогие мои зайчики. Все, едем. Как нравится, красиво. Ребята, так загулялась, лялякалась, напилась латы с ребятами. Миша еще таких вкусняшек, как похвала, похвала, правильно? Похвала. Принес вкусненькие. Забыла даже снять вам, что мы очень на красивеньком месте были. Уже к машине пришли уезжать. Ну, там, правда, ну, там комары загрызать. Слушай, комары в этом году прямо ядреные. Вы заметили? Я заметила. Даже в квартире. Вика сегодня говорит, кстати, Вика сегодня говорит, мама, мне срочно надо москитная сетка. Я полночи не могла заснуть, потому что мошкара вся жужала под потолком. А, жужжание страшно. Делаем ей на балкон на окно москитку, потому что закрытие это совсем будет духотень, а открыто невозможно. У нас как-то так не налетают. У нас жучки всякие. Говорит, вот такой жук залетел. Я его ловила полчаса, загнал. Москитка не делается. Она что, на двери? Она расплошная такая. Давайте в машину наклоняется. Да? Никак не поставить. В общем, надо подумать, серенький. Подумать это надо петли переделывать и делать его открывающейся просто. Я седаю к миру. Садись, садись, мы что выйдем сейчас. Я не могу открыть. Надо фамилию говорить. хатуна. Отдаем курицу. Я отдам. Ой, чудики. Так мы что-то брали? А, серьезно? Я думала вы куда-то дальше ходили. вам хотелось чтобы мы от вас ушли куда-то? Не, не хотела. А я еще думала, куда вы пошли в какой-то магазинчик. Я думала, выходили Есть еще туда дальше на остановке. Так потемнело уже. Спасибо вам за прогулку. Так классно. Ой, хороший. Хороший. Да я все, я уже устала. Ты сейчас приедешь домой и будешь до 5 гулять полночи, как обычно. Я еще ночью сюда приеду. Буду жарить сырники на утро и варить холодец на завтрак. Миш, ты с собой в машине вози удочку. Чуть шу сразу раз. Ой, а мы будем собираться в лагерь. Я еще не говорила кстати на канале. И я первый раз. Хатуна с Мишей нас это так сказать как это сказать пригласили да, да, семейный да, это кстати на Украине очень распространено очень сильно семейные лагеря. Есть палаточные, есть какие-то стационарные. Экстремальные. Ну так классно. В общем мы на эти выходные уже уезжаем едем туда и я в вкушении я хочу уже собирать чемодан я уже сегодня все перестирала кстати все вещи стирки у нас нет все постирала поеду даже с работы и да Хатуна вообще с работы будет ехать и Сережку с работы прямо или ты не пойдешь в пятницу вообще на роду пойдешь вот и мы тогда мы выезжаем тогда Хатун с Мишей и с детьми да а ты к нам приедешь не приеду ты что ты приедь пожалуйста я могу не уследить а ты одна я не хочу ты что я обижусь как там детки как там муж я нет подчетки мы ларисным руководством в смысле вы что вообще приехали еще решили во дворе посидеть на лавочке на лавочке я мне вот это как наверх подниматься дома так душно еще у нас на пятом этаже так жарко а на улице кайфово прям мне хочется идти домой сейчас еще Андрюха выйдет сосед что-то я темная какая-то сильно у нас тут и темно в принципе оно вот так все равно темно ладно тогда вернусь к вам домой дома о так меня видно да так вот дома так жарко не хочется подниматься наверх поэтому мы решили немножко погулять на улице еще да конечно ну а уже дома я тебе в почтовый ящик положу слушай ну я завтра без денег обойдусь Сереж вечером будут а у нас короче что это летает муха хорошо поняла не ругайся точно я просто боюсь этих всех вещей поэтому я шугаюсь от всяких букашек а у нас Назара друг ночует короче поэтому у меня завтра ответственное дело мне надо с утра встать приготовить детям кушать сережки я сейчас вон отвариваю картошечку на работу чтобы завтра с утра было а уже глобально буду готовить завтра это странная муха мне кажется это не муха смотри это не муха типа осы что-то посмотри а пчела выгоняй ее а ты гэдзик гэдзик точно ты рассмотрел смотри лови бы сейчас жарится ой вот оно на вот тебе полотенешко ой ты стукнул прям хиш хиш вот и пацаны пошли сейчас в магазин какие-то вкусняшки себе еще покупать 11 часов ночи начало 12 сережка а начало 11 я думала уже 11 да обычно гэдзиков легко словить и что это ты сделал с ума с ума сейчас поломай люстру не не дави ой есть все выпускай выловили букашек все все вылетел пока так спасибо пока попрощался с тобой да даже лопу пожел боже у меня еще одна стирка в стиралке я не вытащила все ребята говорю всем пока пошла вывешивать стирку мы уже ехали а я заполнила машинку стиральную тоже вот хочу уже это я все перестирываю все буквально все хочу собирать на лагерь уже потихонечку сегодня вторник среда четверг два дня и уже надо шел собер взять маски взять трубки взять очки взять мне в Египет летим будем считать в Египет веселенький и Эдику я не позвонила думала успеть постричь завтра позвоню с утра договорим что давай мне на лосо пострижу не пожалуйста буду блестеть Назара тоже надо постричь в общем завтра наберу Эдика еще и этот и завтра у меня готовка и пробежаться еще вещи все собрать у кого чего какие и уже там упаковать там надо целый список вещей полотенца уже такое можно в принципе паковать в чемодан правда эти купальники шлепанцы для душа ну в общем есть шутку крикнуть же надо Сережа надо чтобы он с машины деньги забыл Назар возвращается с Тимуром с магазина и Сережа хочет с балкона открыть машину а не наш ясно не наши оказывается все ребятки на этом все говорю всем пока спасибо всем что смотрите всех люблю всех целую обнимаю пока 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 Продолжение следует...